Доброе утро, мои хорошие! Решила снять вам сегодня наши выходные. Сейчас я пойду мыть свою голову. Вот я ее прилизываю тут, чтобы она более-менее прилично выглядела. Пока я с вами здороваюсь. Малышунька тут у нас что делает? Смотрит мультики, ест бутербродик. Мы уже позавтракали. Да, кстати, это я в сториз все снимала, вам не показалось. Сегодня так кашу вкусно приготовила, овсяную. В сториз надо будет в актуальном закрепить и в инстаграме смотрите. Я иногда завтрак, когда делаю какой-нибудь красивый, прикольный, прям как в ресторане круто, то я обязательно его снимаю, я не могу такое не запечатлеть. Сегодня наши выходные начинаются с того, что мы поедем... Сейчас я искупаюсь, помогу голову, мы соберемся и поедем. Поедем сначала на квартиру, там мне надо встретиться с прорабом, рассказать ему, где должны быть розетки в ванне. Вот, посмотреть, как просохла наша кухня, наша кухня, которую мы с мамой красили. Вот, потом я поеду к брату, он уже на работе подготовил там у меня коробочки пустые, для того, чтобы я переехала. Он говорит, что с коробками очень удобно переезжать, они совсем недавно тоже переехали в новую квартиру там и перевозили вещи и в коробках. Говорит, очень удобно, подписываешь коробочку, все складываешь туда. Вот он мне уже там насобирал коробочки, такие же, с которыми он переезжал. Вот, и я заеду с малышом и заберу эти коробочки. И, возможно, уже что-то сложу, потому что завтра приезжает мама, она будет с Денькой сидеть, и завтра уже, по-моему, сможет мой брат приехать. У него два дня будет выходных, и, возможно, что-то мы тоже уже с ним перевезем, поможет мне. Вот, поэтому надо подготовить. Кстати, еще переезжать очень удобно с мешками прозрачными, не с черными вот этими большими мусорами. Вот, например, вещи, да, вот у меня очень много вещей, их по коробкам, ну, как бы не очень удобно снимать, надо свешивать. А я такая, знаете, прям беру гурьбой, я еще это буду показывать, я хочу вам показать именно, как будет переезд происходить, как я буду складывать, подписывать коробки, как мы вот это вот все именно переезжаем. Я надеюсь, что этот момент будет быстро происходить, потому что очень много лайфхаков всяких, уже за время переездов, я вообще всю жизнь переезжаю, я, не знаю, больше года, наверное, нигде не задерживаюсь, что в Москве год пожила, там два в квартире, я опять куда-то переезжаю, всю Москву, по-моему, везде, вот 10 лет в Москве, я, по-моему, везде, в каждом районе попережила. Вот, и снова переезжаем, да. И, короче говоря, да, будет видео прям переезд, вот я прям хочу вот эти все моменты, как мы переезжаем. Короче, рекомендую для переезда прозрачные большие мешки, но я сама не знаю, где их купить, у меня большие прозрачные мешки, два или три есть, и они у меня остались, когда мне присылают вещи, когда мне присылают вещи, ну, прям мешками, да, грубо говоря, то остается большой такой пакет, или, например, в этом пакете шуба была какая-то, да, в прозрачном, я никогда не выкидываю, потому что знаю, что это для вещей шикарно. Прозрачные, потому что ты, не открывая мешок, не лазая там и не ища какую-то вещь, ты в прозрачном просто видишь. У тебя, допустим, там, я не знаю, с тебя рос там этот мешок, половина мешка ты затарила вещами, и ты видишь, что там за вещи, и ты знаешь, в какой пакет тебе лезть. Поэтому я их храню и не выкидываю. Вот, и с вещами так будет очень просто, даже с вешалоках снимать не надо, я вам покажу, как я это делаю. Вот, ну все, сейчас я пошла мыть голову, будем собираться, потому что время уже 20 минут первого, и уже сейчас там будет перерыв на квартире с часу до двух, по-моему, нельзя работать, или с 12 до часу. Короче, мы к часу решили встретиться. Еще розетки какие-то интересные принес прораб, надо посмотреть. Так, ну что, мы вышли из дома. Кстати, Малшу одела сейчас джинсы и новый свитер. И мы сегодня с ним вообще немного выглядим так в тренде, видите, у меня тут все по цветам, а у него темно-зеленая шапка и такой же зеленый свитер, который он не хотел одевать, но сегодня я прям заставила. Говорю, Дэнь, в самом деле, ходим в одном и том же, говорю, столько вещей разных, классных, давай хоть фотки новые сделаем. И он долго не сопротивлялся, одел этот зеленый свитер и джинсики. Так что сегодня будут новые фоточки даже еще. Все, сейчас мы едем на квартиру, смотрим, что там да как, решаем вопросы некоторые. И нашла еще один магазин, Костерама. Надо туда заехать тоже. С малым сегодня все. Я заметила, что в последнее время я все время не могу найти свою машину. Я могу выйти из подъезда и тупить минут пять, вспоминая. Что, солнышко? Дождик, да, такой какой-то моросит? Ну, пойдем быстрее в машинку. Пойдем. Я сегодня вот так одета, кстати. Мне кажется, все сочетается по цветам. Отлично. Мы нарядные. Пока я застегивала мелкого, он одел очки. Дэнь, солнце светит? Привет. Солнце светит, да? Наелся шоколадных шариков. Все, поехали. На улице, короче, дождь и грязь. И вот это вот, когда я могу выйти в город, понимаете, я все время одеваю вещи, чтобы выглядеть более-менее прилично. Соответственно, их об машину обтираю потом. Особенно вот эту вот большую куртку. Прям надо такую же иметь, только короткую. Расскажи. Вот такие розетки у нас будут. Такие розетки. Здесь, получается, идет керамика. Вот, не пластик. Все крепления металлические у нас здесь и идут полностью. Вот, плюс эти розетки еще можно красить. Можно красить. Ну, она такая классическая, в принципе. Ну да, с ободом. Нормально. У меня заказчики обычно отдают их в мастерские. И вот здесь вот делают какой-нибудь орнамент красивый. Либо полосочки золотом украшают, либо под цвет кухонь делают. С стразами можно, да? С стразами, всем чему угодно. Ну, короче, 10, вон у нас 10 таких. А покажи, которые для бани и для... Я забыл. Кисенька, ну что, тебе нравится? Привет. Привет. Это вот наша комната будет, пока мы будем с тобой тут тусить. А потом у тебя будет своя. Нравится? А ну, побегай. Тебе нормальное место? Много бегать? В окошко посмотри пока. Там вид классный. Осваивается ребенок. Чучуа, 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 ла, 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 чучуа, 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 ла, ла, ла. По местам. Руки вперед. Чучуа, 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 ла, 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 чучуа, 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 ла, ла, ла. Мы пришли в торговый центр. Ой, быстрее, быстрее, эскалатор, 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 эскалатор. Мы выпучкались по дороге вообще, грязно. Сейчас надо будет зайти в туалет и помыть ему обувь. Вот, и еще надо покушать. Я проголодалась, сейчас возьмем блинчик. Деньки, возьму блинчик, а себе что-нибудь там посмотрю, что есть. Блин, девочки, просто случайно. Смотрите, наши вообще по 220 рублей. В меге. Клюква, шоколад, арбуз. Ё-моё, все вообще, все на свете. Киви. Блин, это то, что я ем. Только я такого разнообразия вкуса не видела, именно Zero. На обратном пути, Деня, возьмем домой что-нибудь. Деньки взяла, короче, блинчик, бананчик и шоколад. Ему, я думаю, очень понравится. Я ему вообще такое не очень люблю давать. Ну, блинчики можно, а вот то, что шоколад там, не очень хорошо. Ну, и себя решила тоже побаловать, свой любимый блин Цезарь, так как что я своей цели достигла уже в весе, поэтому иногда я себя балую. Ручки помыли только что, да? Чистыми ручками кушаем. Только носик что-то у нас грязный, почему? Давай, пой. День, что за синячок у тебя вот тут? Смотри, синячок уже где-то ударился. Давай. Восемь. Три-четыре, да? Восемь. Грязнуля моя. Причем эти джинсы, кстати, они с утеплителем, не стала одевать ему колготки. И вот так вот коротковатые чуть-чуть. Ну, ничего, в машине не страшно. Тут не холодно. Так, что, мы посмотрели, все с плиткой я похуже определилась. Завтра пойдем ее брать вместе с прорабом нашим. Вот. И еще сейчас хочу в одно место зайти, определиться с ванной. Тоже возьмем ее завтра с прорабом. Блин, чем старше ребенок, тем интереснее с ним проводить время в том плане, что он может сказать, что он хочет в туалет или кушать, что именно хочет кушать. И ты уже не гадаешь там, не плачет просто так. Ну, в принципе, он никогда не плакал у меня просто так. Всегда есть причина, но иногда бывает такая причина неочевидная какая-то. Нужно погадать еще. Вот. Здесь ему уже все интересно. Просто вот сидит, катается и кайфует. А ты просто идешь и покупаешь все, что тебе нужно. Сейчас мы зайдем в Ашан, возьмем ему всякие вкусняшки. Его закончились уже конфетки, печеньки детские, которые я беру обычно. Вот. Кашу. И поедем еще в один строительный магазин. Потом поедем к сестре. Денька остановился у этих игрушек. Встал и смотрит. Что это за чудо-юдо, да? День, смотри, нос. А это что, смотри? Смотри, кто это, День? Носик потрогай. А вот эти ты видел, смотри? Нет. Пойдем. Короче, мы ходим с Денькой по тем же магазинам, что и я вчера ходила, а только мы теперь с ним вместе ходим. Сейчас зайдем до плиточки. В прошлый раз мы до плитки не дошли. День, пойдем потом по эскалатору. Пойдем в плитку посмотрим, какая здесь есть. Я уже выбрала, в принципе, плитку в Леруа. И уже все, готова ее завтра забирать. Посмотрела сейчас плиточку, увидела, что там есть цельные куски. Короче, там можно сделать самостоятельно столешницу. Мои рабочие могут это сделать. Но я думала, что там все равно придется делать либо мозаику, какую-то там вот эту вот, ну, мелкую. Я так и до сих пор не понимаю, что называется мозаикой. Короче, мелкую плитку я не люблю, знаете, в квадрате мелкий там или более-менее крупный. Мне нужен огромный квадрат. Вот. А лучше, чтобы столешница была такая, знаете, летая из одного, не из кусочков плитки. И вот это меня смущало. А тут я увидела цельные листы огромные, вот такие. И мне так это понравилось. Теперь я снова думаю, может, они мне сделают эту столешницу сами. Короче, я... Моя башка сходит с ума от идей и желаний, и незнания того, что я хочу и что лучше. Вот мы и поднимаемся домой. Я, честно говоря, из себя все соки вот так выжимаю, а потом домой просто заползаю вот так вот. И ничего не хочу. Сейчас нужно собрать себе мозги в кучу и понять вообще, чё к чему, всё посчитать. Мы ложимся спать. Кейз, ну чё ты выключил свет? А как мы снимемся на камеру? Мы болтать будем? Включи свет, Зай. Всё, время ползевятого вечера. Он сегодня чуть не уснул в машине. Вот. Я подумала, что... Ну, он днём не спит уже в последнее время, хотя должен, но его не уложить вообще днём. В садике тоже уже еле справляются. И он, короче, в итоге не спит. Чё ты там мастишься? Чё ты мастишься? Вон камера. Скажи привет. Привет. Всё, иди ко мне ложись. Иди, покажи, как ты меня маму зашёл. Как ты маму за ловачку? Ну что, Алина? Я этим возлюшла. Вот ходит он по дому в носочках у нас. И вот так вот, в трусиках, и в маечке. Это его домашняя одежда. У нас дома очень жарко. Носки я на ночь снимаю. Он по полу просто ходит в носках. Мы искупались, покушали. Всё вроде бы поделали. Можно спать? Сейчас я его уложу. Надеюсь, с ним вместе не усну. Когда он уснёт, я пойду монтировать видос на завтра. Всё, иди выключай свет. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ну что, вот наша кухня покрашенная уже. Какие-то моменты, если осталось, то это можно уже подкрасить потом. Полусухим валиком. Мы подмели сейчас, убрали всякие капли, точки с пола, которые можно было убрать, чтобы можно было стелить линолеум. Я думаю, мы начнём сейчас вот отсюда. И пойдём-пойдём туда. Он должен быть весь у нас впритык. 4 метра. И тут у нас 4 метра. И по длине прям впритык должен быть. Вот. Потом я вам покажу, как, кстати, лежит здесь рисунок. Вы говорили, что в разных комнатах у меня по-разному лежит рисунок. Я вам скажу, чем я руководствуюсь. Что у меня весь рисунок в квартире от вот этих окон, двух, в одну сторону вот так вот идёт, и застилает всё. Вот. Поэтому сейчас мы постелим уже линолеум, потом покажу, когда расстелим. Так, ну что, положили с мамой линолеум. Идеально всё вот здесь у нас вышло в стыке. Всё классно. Прям вообще вот этот кусок практически вообще нигде не нужно было подрезать. Вот здесь всё ровненько. Всё вот здесь. Вырезала под эти трубы всё. Вот. А здесь у нас будет кухня впритык, поэтому здесь ничего страшного, если не хватает вот это всё. Во всю стену здесь будет кухня. Вот. В общем, он будет отлёживаться. Пока что он такими ещё ребристы весь. Будет отлёживаться. Такая вот комнатка сейчас получилась. Вот так вот. Уже уютненько, классненько. Так как здесь ещё проходят у нас работы, и рабочие ходят на балкон. Нет-нет. Я думаю, что нужно здесь проложить что-нибудь, чтобы они не ходили по линолеуму. Проложить картонки, например, какие-то положить. Или что-нибудь. Сейчас подумаю. Или, может быть, даже ту же эту... Ой, как её называют? Вот парниковую плёнку так положить, чтобы они по ней ходили. Потом взять и выбросить, и всё. Чтобы было чистенько, и им можно было ходить. Смотрите, как мы заботимся о наших рабочих. Пожалуйста. У меня кусок остался, я его изнанкой вывернула, чтобы было видно, где ходить можно, а где нельзя, да? И всё, пошли на балкончик. Всё красиво, чтобы здесь не топтали. И мы тоже. Прям ковровая дорожка получилась. Ну, вот так мы всё там как бы сделали. Накрыли. Вот здесь закрыли плёночкой всё, чтобы ничего грязного не летело. Вот, а деться на... Вот там я тоже всё закрыла плёнкой, чтобы такая двойная защита как бы была. А я показывала, какую мини-кухню мама здесь сделала. Временная. Это я в сторис, может, показывала сюда. Нет, ещё такая временная мини-кухня. Мы сейчас всё сюда согнали, часть. Вот, там пока делается у нас всё. Здесь всё расстилается наш линолеум. Вот, ванну я вам показала. А, стиралка. Вот, стиралка ещё пришла к нам. Стиралка и ванна. Самое главное, всё купили. Стиралку купили благодаря моей сестре. Спасибо большое, Катюшка. Вот, так что стиралка у нас будет. И ванна, и раковина тоже будет, наверное, зарплата. Сейчас приду домой и всё буду считать. Дебиты с кредитом. Ну всё, пошли, да? Руслану попрощаться надо с нами. Вот так вот выглядит сейчас прихожая. Просто разгром. Разгром называется. Кошмара. Так, пришли в бассейн. Та-дам! Присаживайся. Сейчас оденем очочки, да? Будем плавать. Помоечки, помоечки. Ладно. Ну. Кто плавать будет? Кто плавать будет? Ты будешь плавать? Обнимашки сначала. Молодецка, тётка. Ку-ку. Молодец. Видишь, ротик закрывай, тогда ныряешь, хорошо? Таечки поправь. Хорошая. Ротик закрывай, ножками работай. Молодец. Всем приветики, мои хорошие. Жду, не дождусь, когда закончится этот уже ремонт. Осталась неделька буквально, и мы должны уже переехать. Я уже сегодня ещё одну коробочку сложила. Сложила коробку с пустыми коробками. Я не знаю, у меня у одной я не могу выбрасывать коробки. Мне почему-то, особенно когда коробки какие-то крутые, классные, и от чего-то дорогого, я всё время переживаю. И вот я большую коробку собрала с пустыми коробками. От телефона, от камеры моей, от наушников. Там много всего. В общем, соберу ещё коробочки. Вещи ещё больше нужно, блин, уже перетаскивать. И я ещё вот что подумала, что нужно срочно поменять дверь. Мало того, что заводская вот эта дверь, которую застройщик поставил, она вообще продувает, из неё там как бы дует вот так руку поставить. Дует. Ну и вообще, как бы там какие-то замки на соплях держатся. А для меня, ну, важно просто ощущение вот этой безопасности, чтобы была дверь железная нормальная стояла. Как бы я себя чувствовала защищённой на три замка, закрывшись ночью. Вы понимаете? Вот. Ну, это чисто психологически как бы есть такой момент. Я уже, в принципе, даже посмотрела в Леруа. Там двери есть неплохие, хорошие, железные. Даже ходила с прорабом. Он даже подсказал, какую лучше брать. Какую можно открыть консервным ножом. А какую уже не так-то просто будет открыть, если захочется. Ну, брать у меня дома всё равно нечего. Ну, сам факт, понимаете? Само ощущение психологическое. Дверь всё равно надо менять. И плюс, когда я въеду, хочется как-то, чтобы она уже была поменена. Поэтому этот вопрос тоже буду решать. Вчера подвела все расчёты и просчёты. Опять вся моя следующая зарплата вся просто расписана до копеечки. Но всё необходимое уже взяли, и это хорошо. Сейчас я еду на вокал. У меня последнее занятие вокала в этом... Ну, короче, занятие осталось, да? И я не знаю, наверное, мне не хватает... Ну, как бы... Я не знаю, наверное, я не буду даже покупать абонемент на следующий месяц. Потому что просто у меня нет времени. Мне нужно ещё немножечко сберечь время, чтобы потратить его на открытие третьего своего канала. Я его собираюсь как раз-таки уже запускать, когда перееду на квартиру. И, наверное, сейчас я повременю немного и с английским, и с вокалом. Сделаю перерывчик. Буквально месяцок, наверное. Месяц-другой. Сделаю перерывчик. Потом всё это возобновлю. Благо, у меня есть хорошие места. Я знаю, куда надо идти. Поэтому, я думаю, ничего страшного. Потому что просто даже бывает, надо идти на вокал. А мне в этот момент будет делать вот это, вот это, вот это. А я сейчас еду. Еду на вокал. Но у меня осталось по одному оплаченному занятию, и вокалы английские. Как раз сегодня я всё это выхожу, и их предупрежу, что я сделаю тайм-аут. Нет, ну вы понимаете, насколько я люблю вокал, насколько я люблю свою преподавательницу. И просто вот я соскучилась. И сейчас вот мы позанимались, и я хотела ей сказать, что это последнее занятие. Я буду делать перерыв. Но я не смогла ей это сказать. Плюс она ещё говорит, подготовь песни там из сказок любимых. Будет отчётный концерт у нас там в мае, в апреле. Ай, я, короче, сразу вспомнила. Я и Снегурочку Академ голосом хотела спеть. И из обыкновенного чуда моя любимая. Очень такая высокая песня там. Ну, прям, знаете. Сейчас я напою вам. Нелепо, смешно, безрассудно, безумно, волшебно. Ни толку, ни проку, ни в лад, ни в попад совершенно. Такая песня красивая, вообще сказочная. Это музыка такая. И вообще я эту сказку обожаю. Обыкновенное чудо называется. Все, кто не смотрел, это вот советская наша такая сказка с Абдуловым. И вот главная героиня там тоже классная. А Снегурочка я не помню, блин, но помню, что мне очень нравилось. Я её тренировала в университете, когда я ходила там на хор. Я там её разучивала. Но ушла, в итоге и так и не спела её. Поэтому, возможно, здесь я наверстаю. Сейчас у меня английский, но на английском я точно скажу, что будет перерыв. На вокал ещё, ладно, похожу. Раз в неделю похожу. Потом возьму чаще, но раз в неделю хотя бы надо ходить, поддерживать. Сегодня так и распелись хорошо, и всё, нужно как бы держать мышцы в тонусе. Продолжение следует... Какая атмосфера. Всё, раздеваюсь, иду в хамам и буду плавать здесь. Хочется сказать спасибо, мамочка, что дала мне ещё один день, чтобы сюда сходить. Это вообще то, что мне было нужно в таком сейчас глубоком расслабоне. Хочется кушать. И домой. Очень. Кайфу лежу. Кунжутное масло, кстати, так вкусненько пахнет. Вот она я. Посмотрите на мою довольную рожу. Реально. Рожа на расслабоне. Всё, буду одеваться. Уже надо бежать. Я ещё хотела зайти попить чаю, но времени нет. Надо одеваться. Всем привет. У нас сегодня короткая прогулка. Сегодня я осталась с Денечкой. Поделала какие-то дела. Ну, какие дела? Поболтала с подругой. И, в принципе, и поела. Вот и все мои дела на сегодня. Потому что, когда мы с Денькой... Да, Денька? Да. Когда мы с Денькой, я ничего делать не могу. У меня на канале впервые нет видео. Ни на одном, ни на втором. Но я завтра начну уже работу основную. Ну, а сегодня мы в торговый центр «Горизонт» идём. Вот. Я должна встретиться там с девочкой. Она блузку присмотрела в моём магазине. Вот. Хочет купить. И с Денечкой чуть-чуть просто погуляем. Первый раз выйдем за всё это время. Да. На. Вот они рыбки. Сейчас будем кормить рыбок. Закормить будешь, Дэн, рыбок? Короче, тут написано, что... Покорми рыбок, загадай желание и получи подарок. Вот, короче, думаю, подарок можно доесть. Дэн, смотри. 100 рублей выпускаем. Всё, съели 100 рублей. Съели? Нажимай кнопочку. Скорее горит кнопка. Нажимай. Сильнее. Сильно нажимай. Ну? Смотри, рыбки кушают. Рыбки кушают. Так. Подарок. Смотри, Дэн, иди бери. Глянь, что там. Ну, это тебе. А что это? А что это моя рыбка? Ля-ля-ля. Скажи, что у меня тут? А что это? Что это? Интересно, что это вообще. Здесь собери свой аквариум написано. Такая штука. Открываем. Давай ручки. Здесь какая-нибудь рыбка, наверное. Доставай. Доставай скорей. Вот, покажи. Покажи. Ой, какая рыбка. Вот. Короче, там это. Магнитик, да? Покажи. Магнитик. Запирай, запирай. Спасибо, рыбки. Скажи спасибо, рыбки. Все, мы пошли. Ну что? Мы с Денькой покатались. Привет опять. Погуляли немножко. Блузочку купили. Вот. Сейчас вот банан доедает. И мы едем домой. Я устала. Сегодня мы много не ходили. Сейчас только 20, 15, 10. 10 минут. У меня тут пишет же. 10 минут пятого. Сейчас пока доедем до дома. Пока вылезем. Короче, еще будет время нам дома потусить, поотдыхать. Может, я глядишь и смонтирую видео. Одно. Одно, да. Одно надо снять еще. Но это только завтра. Вот такие дела. Спокойный сегодня день. Такой ненавязчивый. Ничего не делаю. Чисто просто шатаюсь. Сценули. Уuty dose. ПОよろしく нажимаю. Левой ненавязчивый. Такой и сворчет. Необязательно bullish. С SENI